Всем привет! Смотрим, что в его жизни сейчас происходит. Посмотрим сначала на Тару Туто. Кто пришел к нам, кого нам сегодня покажут. А потом... Все как всегда. 12 энергий, каждую энергию разбираем. И, естественно, его отношение к вам. Так, кто к нам сегодня пришел? Все. Так, кто к нам сегодня пожаловал? Ну что, к нам-то пожаловал мечевой? Рыцарь мечей. Ну, король мечей, если так, девочки. Кто не знает. Королева жезлов. Тут какое-то выяснение ситуации идет между-между. Женщина жезловая. Он хочет что-то доказать. То ли правду какую-то ищет. Спешит куда-то на перегонки. С ветром! Ого-го! И принц тут у нас мечей. Ого! И принцесса мечей. И что это такое? И туз мечей. И все вокруг да около. Боже ж ты мой! Башня. Вот это да. Сложные мечевые энергии. Карта. Вообще тут белое дно колоды. Ну, смотрите. Давайте мы сейчас посмотрим три главные энергии его жизни. Потому что если... Тут очень сложная энергия. Просто очень все напряженные. Энергия разбирательства. Энергия опасности. Сложностей. Мчится действительно как ветер. Энергия, ну, башня. И одни мечи. Как-то при королеве. То ли он что-то осознает и мчится к королеве или просто хочет решить какой-то вопрос. То ли он в очень сложных жизненных обстоятельствах. В очень сложных. Прямо граничащих с опасностью. Потому что, что мечевые все это военное искусство. Что карта башни сложности. Ну, как-то так. Но при этом всем стоит королева жезлов. Но при этом и... Ну, как-то... Ладненько. Давайте тогда посмотрим эту самую... Боже что... Ой, какой-то вояка. Вояка. Ну, может, он так разозлился, поссорился, разругался. Тут одиночество какое-то. Не, ну, одиночество это мудрый человек. Это взвешенное такое состояние. Это человек поиска истины. Ну, давайте дальше. Сейчас посмотрим три главные энергии на данный момент. Ну, может быть, может, его что-то так вскипятило, разогнало. Ну, это прям карты опасности. Понимаете? С другой стороны, если... Ну, сейчас посмотрим в отношении... Потому что можно... Можно сказать, что чуть ли... Если другая сторона, то... Ну, то есть, мирное время, то тут... Прям некая опасность. Чуть ли не возле женщины. Всё вокруг да около в мечах от этого человека. Ну, как-то так. Да нет. Тут он с любовью. Тут, скорее всего, то ли ссора, то ли разборки, то ли быстрота, прям примчаться, приехать, обнять, полюбить и рассказать, и что-то такое, набраться сил и всё тому подобное. Потому что, смотрите, какие тут уже прям выбросила колода, десятка, девятка, восьмёрка, жезлов, и тут кубки. Ну, то есть, то ли сложная энергия, то ли быстрота развития, то ли подсапались, знаете, как говорят, ну, прям по-живому, по-горячему. Ну, вот, не успели вы, ну, как бы, или вот не успел с кем-то разругаться, и, то есть, когда, когда всё это очень-очень-очень живо, живая энергия. Ладно. Три главные энергии его жизни на данный момент. Раз. Два. Три. Любовь, рождение, нахождение истины, ну, и дорога к цели. Дорога к цели, равновесие, определенная победа мысли, победа мысли, можно сказать, уравновешивание ситуации, прийти в цель, прийти в цель в назначенное время. как-то так. Вот такие главные энергии о его жизни на данный момент. Сейчас мы разложим по Уэйту ещё 12 энергий, в которых он, лично он. Ну, давайте, как бы, ещё любовь. Ну, любовь женщины, это явно, страсть прям вожделеет, мудрость в чём зачатие, тоже любовь, любовь, желание, наполнение, развитие, вот так, эмоция, дорога к цели. Куда? У-у-у-у, просто по страсти. Боже ж ты мой, но это как-то уже более-менее легче, этих мечевых энергий. может, смотрите, эти главные, может, он с какой-то королевой, там, к примеру, с кем-то где-то разругался, вдрызг, и летит куда-то, ну, всякое может быть. Я вам сейчас рассказываю просто энергии, но говорю, вот это первое состояние, или говорю, может быть, вопросы опасности, ну, или какого-то такого, прям, знаете, как надрыв, как это, на нерве, надрыв какой-то, прям вот такая ситуация. Ладно, это надо все-таки чуть-чуть подальше, потому что сейчас разложим. Все, давайте теперь поехали. 12 энергий. 12 энергий. Немножечко сразу мягче чувствуется. Сейчас посмотрим. Может быть, надо было. Не, ну, ладно, если уже начало готовить. Посмотрим, как Уэйт покажет нам. то есть эти. он на данный момент. Какой он энергии? Что у него в доме? Что у него на работе? В доме я всегда смотрю там, где он. Не там, что он где-то в другом вообще месте, к примеру, а именно там, где он. А что у него в голове, в мыслях, в чувствах, что его радует, что его огорчает, о чем или о ком он мечтает, кого любит, куда стремится, чего боится и куда путь держит на данный момент. Сейчас посмотрим. Так, дно колоды у нас десятка пентаклей, но это такое спокойствие, это такой загруз, ну, равновесие даже определенное. мы сейчас будем смотреть дальше, потому что там такие дикие энергии неслись. Ну, говорю, может быть, что это еще и вопрос самого состояния, как живая энергия прям в сам, в самом соку, в сам момент. Может, он ругался, злился, ну, или еще что-то, и вот как-то. Ладно. О! Ну, тут подтверждается, видите, в принципе, вопрос любовной наполненности. Девятка кубков. Девятка кубков это некое расслабление, эйфория, желания, желания исполняются. Ну, как-то так. Ну, может быть, это все-таки и кубки, и праздники. Тут уже, может быть, вопрос с детьми, тут что-то за... Ну, все, может быть, вопрос... Ладно. О плохом не будем, ну, ну, не будем, ну, потому что... Ну, смотрите, во-первых, какой-то вопрос закрылся, просто, скорее всего, закрылся. Ну, девочки, ну, может быть, ладно, уж скажу, что если это уж праздники, если этот человек любит немножечко пригубить, то он тут нагубился, так сказать. Нагубился в стельку. Ну, может быть, ну, как-то так. А если эмоциональная, то то ли развязывается у него какой-то вопрос, и скорее... или, скорее всего, развязался. Ну, и может быть, еще вопросы в детей, для кого актуально, мог решить что-то. Ну, вот, все-таки есть это, видите, мечевая энергия, и это в доме, у него в доме. То ли он с кем-то разругался, поссорился, что касаемо его место обитания. Вот там это энергия или ускорение движения какое-то, или о чем-то он... Ну, вот, и все равно король мечей выходит на дом. То ли он что-то выжидал или ждет, злиться по этому поводу. Может быть, какие-то документы тоже, или какие-то подписи, или еще что-то. Может, он зависит от кого-то все-таки. Или сам вынужден, к примеру, вот, ждет выезда. Ну, то есть, надо выходить или двигаться, а он вынужден находиться в состоянии вот этого ожидания. Но есть, все-таки есть это вопрос, ну, как бы, движения или корректировки своей жизни или своего положения. Там могла быть как королева, как это придворная дама, так как женщина. В принципе, может быть, и с женщиной, или вопрос не особенной и по страсти, а и ну, по урегулированию все-таки. Вот, как-то так. Поэтому подтверждается все-таки вопрос что-то, что-то, что-то в домашнем. Там, где проживание, вот, какие-то такие вопросы у него. Ну, в принципе, на работе, на работе этот рыцарь Пентакли это даже очень хорошо. Стабильно, уютно, хорошо, движимо, медленно, но вообще-вообще рыцарь Пентакли в большом, ну, как бы, в преобладающем может говорить о том, что та ситуация, которая есть на данный момент, она может, ну, как бы, или уже длиться, или будет длиться около полугода, ну, что-то такое, но рыцарь Пентакли на работу это довольно-таки хороший эфир. Опять, в голове, видите, у него что-то там в голове, это триумф, это дорога, это его возможности открытия, он что-то хочет поменять или выехать из дома и что-то ожидает или наоборот куда-то приехать, передвинуться, но, опять же, может и приехать дом, ну, вообще, дом, к примеру, там, где он, у него желание, ну, у него желание дороги, о какой-то дороге, о триумфе, о возможностях, о приезде, вот тут уже и девятка жезлов, и вот она, десятка пошла, но, опять же, может хотеть чего-то большего, потому что здесь может и сражаться за свои финансовые вопросы, здесь может быть поездка к родным, близким, ну, как бы, вообще, может быть, когда он хочет и возвращения какого-то, ну, потому что девятка жезлов говорит о том, что уже устал, закрываюсь, уже достаточно, может, нагостился уже и хочу выехать, хочу обратно, ну, как-то, ну, или вопросы, опять же, финансового порядка или с документами, и тут, как бы, вынужденная то ли задержка, то ли еще что-то, ну, как-то в этом направлении все его мысли. На сердце, на сердце, на душе у него опять пентакли, может быть, вопросы действительно работы, проработок, каждодневный труд, ну, что-то такое, на душе некое постоянство, и оно с чем это связано все-таки, да, королева кубка, на душе у него, на душе у него то ли какие-то проработки, то ли любимая, видите, тут любовь к женщине, и вопросы, ну, это как бы некой цикличности, когда он постоянно, постоянно в душе, это как укрепление положения женщина, это королева кубка, явно закрепилась со своей любовью у него в душе, вот, тут может быть, что он с какой-то женщиной разругался, как-то так, что его радует, что его огорчает, но увидите, все-таки, все-таки радует его женская сила, магнетизм, притягательность, любовь, радует, вы знаете, тут какая-то, тут все-таки какая-то ситуация, то ли подошла, то ли подходит, потому что еще двойка обосвечивает, обосвечивает, скорее всего, и опять же, видите, вот эти две карты, но это в позиции радует, что-то уже очень-очень близко к концу, ну, по его мнению или по его ситуации, в отношении какой-то женщины или в отношении, ну, какого-то силового блока, может быть, может здесь еще и быть, ну, как бы силовой блок, потому что и тут у него колесничий, в принципе, и тут у него некая такая очень мощная, сильная, ядреная энергия, и тут тоже может быть такое наполнение, ну, не будем это тоже как бы отбрасывать, что все ему по плечу, ну, как-то, все ему по плечу, и он хочет это еще вот тут что-то на место поставить, может быть, как-то, что его огорчает, огорчает четверка мечей, то ли пауза какая-то, то ли пауза, стагнация, может быть, еще какая-то болезнь, ну, может, прихворал где-то, насморк, подцепил, или еще как-то, ну, все может быть, ну, потому что это карта огорчения, поэтому в спокойствии, ну, разве что ему, опять же, вынужденная, вынужденная точка спокойствия, что ему надо что-то ждать, выжидать, вот, потому что это карта огорчения, это карта огорчения, поэтому здесь о медитации говорить не будем, что его спал, ну, он хочет двигаться, он хочет как-то проявляться, он хочет открывать свое сердце, может быть, звонки какие-то, или еще что-то, общение, что-то кому-то показать приятное, а тут вынужденная вот ситуация, ой, спокойствие, ну, что, тройка, о чем он мечтает, о чем или о ком, но если это в мечте, то, скорее всего, залечить свою какую-то сердечную рану, уйти от разбитого сердца, забыть о боли, о страданиях, о тревоге, о какой-то психоэмоционалке, такой, вот это опять двойка, вылазит туда, уйти, уйти от боли, от страдания, что-то, видите, есть все-таки какие-то предпосылки, вот, вот есть, как там пошли мечевые, вот где-то может быть все то, ну, или какая-то остро выныкла, сейчас, возникла острая, острая, просто неожиданная острая ситуация могла где-то возникнуть, как говорю, в живую энергию просто попали, вот он, его мечта, уйти, это прям, отряхнуть себя, знаете, просто стряхнуть и забыть, ну, что-то такое неприятненькое, колесо фортуны, опять же, показывается, и как бы сбросить это, просто сбросить, так, кого он любит, опять же, рыцарь, рыцарь жезлов, и там у нас было, показывали, что он мчится, таки страстно, по рыцарю жезлов, страсть у него есть, к некой женщине, которой он мчится, то ли на свидание, то ли в жизнь, то ли, то ли, то ли, то ли, вот такие энергии, поэтому, ой, рыцарь на рыцарь, ух ты, рыцари, одни рыцари по справедливости, и чего, кого же ты любишь, а, в одних рыцарях, он не скажу, говорит, императрицу люблю, она у меня, императрица и жрица, и справедливость, вот люблю ее, да, не могу, как-то так, хочу двигаться, хочу быстрее, приехать, ну, вот тут, что такое, все-таки, это двойка, двойка пентаклей, она играет тут свою роль, потому что он хочет страсти, тут какая-то вынужденная, все-таки двойки, немножечко тут тупиковая ситуация, и вот семерочка тоже, выходит, пространство какое-то, не совсем ему сподручное, сейчас, ну, как-то так, как-то так, может, 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 он хочет проявить свою любовь, проявить свою страсть, рассказать о своей любви, может, женщина пока не знает, ну, видите, все, все в одном направлении, эта женщина и по жрице, и по императрице, и по справедливости, и по справедливости для него выходит, может, хочет вывести, ну, или признаться в своей любви, потому что жрица, это тайная, ну, или тайная любовь, или тайная женщина, и он хочет вывести, как бы, на нормальный уровень императрицы, или признаться в своей любви, или рассказать, ну, или еще что-то, вот они, куда стремиться, вот они, стрелы страсти, принимайте, мы только что о них рассказали, в принципе, чего боится, ну, девочки, я только что в этом всем, в принципе, рассказала, все, один в один, и тут двойка жезлов, вот он пока в тупиковой ситуации, боится он, то ли какого-то иллюзорного уровня, то ли что мечты его не сбудутся, мчится, вот желание у него, переговоры, ну, это желание страсти для мужчины, все-таки открыться, поговорить, приехать, приблизиться, раскрыть обятия, ну, и не только, потому что это все-таки страсть для мужчины, ну, и вообще вопрос, решен, вот тут решенный вопрос, но еще что-то, что заставляет его стоять пока на месте, но этот шарик, как бы он уже держит в своих руках, и так, давайте посмотрим, его отношение к вам, потому что тут у нас не одна, в принципе, главная, как бы первая, не определялась, дополнительных, его отношение к вам, ой, королева кубка, ну что, я вас поздравляю, помните, дополнительная была королева кубка, это отношение к вам, это любимая женщина, и он скорее всего мчится, желание, желание к вам, так, все, тут уже даже открывать, давайте мы по отношению к королеву кубка, так, что он думает, в принципе, давайте тогда еще у нас чуть-чуть, ой, а, сегодня хорошо справились, сегодня какой-то мальчик, очень такой, быстрый, ладно, его чувства, королева кубков, понятно, давайте спросим тогда, что, что, что он мчится, да, даже не знаю, что, что спросить, что, ну давайте просто, как обычно, что он думает, ну, держите свои стрелы, страсти, ему от этого уже тяжело, мальчик устал, смотрите, что происходит, вообще, он, он, он изнывает от страсти, от этой дороги, ему очень сложно, это, это наполнение мужчины, ну, голова уже болит, у этого мальчика, от вашей красоты, ну, как-то так, у него только, одни мысли и заняты, страстью своей, тяжелая дорога для него, ну, тяжелая, реальная, и изматывает его это состояние, ну, может быть, еще и просто, воздержание, он вынужден, почему-то, по какой-то причине, он вынужден держать свою страсть, в отношении вас, ну, здесь, скорее всего, то ли какое-то, если он едет, какое-то расстояние такое, ну, или какие-то сложные обстоятельства жизни, которые его вынуждают быть, именно в таком положении, давайте тогда еще спросим, что бы он хотел вам сказать, на данную минуту, пусть душа, поговорим с душой, что бы он хотел сказать вам, на данную минуту, вот, есть возможность поговорить с душой, что бы он хотел вам сказать, на данную минуту, ты моя семья, или он хочет домой, или, ну, как бы, ну, это карта дома, близости, или с вами хочет дом, ну, ты моя семья, видите, ну, разбитое сердце, у него, у него, он же хотел уйти, уйти в любви, ему больно без вас, скорее всего, может, примирение какое-то, или расстояние убрать, вот, как-то так, ему тревожно, больно, печально, неуютно, противно, еще как-то так, ну, и все без вас, ну, как-то, он, он от этого, помните, эта карта же выходила, от чего бы, ну, о чем он мечтает, он мечтает, он мечтает избавиться от этого, выйти из этого состояния боли, чтобы сердце, у него душа перестала плакать, вот эти, дождик, чтобы тучки развеялись, о любви желает, о паре, о мечте, о влюбленных, он все-таки думает, может быть, о выборе, смотрите, мол, не может быть, а точно, тут опять, это карта иллюзорности, которая его пугает, или какой-то непонятности, ну, может быть, ждете ли вы его, сделали ли вы его, в его сторону выбор, есть ли вдруг, или не нашли ли вы кого, ну, вот это его все печалит, понимаете, ну, не нашли ли вы вдруг, потому что все это, все-таки это карта, карта тройки мечей, и он поэтому может переживать, не предали ли вы его, к примеру, все ли правильно, все ли так как надо, понимаете, вот как-то его, его угнетает, это состояние, некой иллюзорности, ого, это в отношении вас, уже пошла королева мечей, слушайте, чтобы он вам хотел, дождались ли вы его, не пред, может быть, смотрите, тоже десятка, может быть, тут еще какой-то вопрос, разрешение, потому что, видите, иллюзорность и королева, или он злился из-за страстной женщины, вот та первая карта, может быть, не предали ли вы, или как, вот, у него какие-то фантазии там разбуялись, или, опять же, он может, хотел что-то объяснить, может, тут какой-то иллюзорный уровень, и, понимаете, вот, тройка мечей, королева жезла, а он это все хочет, и уход какой-то, уход или возвращение, и карты, в принципе, подтверждают, и равновесие, с другой стороны, ну, как бы, гармония, равновесие, гармония, ну, что в одной, что и в другой ситуации, он хочет прийти к спокойствию, или объясниться, или объяснить какую-то ситуацию вам, но первая карта, это ты, ну, как бы, моя семья, моя родня, мне больно без тебя, вот, как-то так, ну, и вот тут ситуация, которую он хотел бы, ну, как бы, поговорить с вами, он сам тут, не бойся, я боюсь, как-то так, тут он сам боится разговаривать, об этом, просто боится так, а ну-ка, а ну-ка, там посмотрела еще чуть-чуть, чтобы он, раз уж такая ситуация, сейчас посмотрим еще, что бы он вам хотел сказать на данный момент, ты моя императрица, видите, две системы, и две колоды, и Уэйта, и Кроули, говорит о том, что, это, сразу, что бы хотел, ты моя семья, ты моя жена, ну, или, ну, человек так себя ощущает, ты моя женщина, лучше тебя нет, и как-то так, у него такое, ну, все, ты моя семья, смотрите, колода что показывает, все равно, и вот оно движение, я хочу к тебе, или я еду к тебе, или я стремлюсь к тебе, или я все решил, решил по правильности, по совести, или как-то я все это, ну, это, это, это превосходное намерение, это превосходное намерение, ой, вот она, тройка, тут что-то, что-то все-таки, он хочет уйти, смотрите, тройка мечей, луна, он хочет убежать, или прояснить какую-то ситуацию, что-то в прошлом, и шестерка, шестерка, она однозначно, будет опять говорить, о наполненности, о близкости, душевной, в душевном родстве, люди, мало того, что это что-то прошлое такое, которое объединяет, совмещает, как энергии вместе, он то ли прояснить хочет, то ли, вот, просто карты подтверждают, друг дружку, колоды подтверждают, все-таки друг дружку, уйти от какой-то, сложной ситуации, может быть и предательства, или просто сложной, темной, какой-то, тостной, или еще как-то так, ситуации, выяснить ее, рассказать о чем-то, но в отношении вас, это просто, говорю, карты превосходной степени, по-другому, по-другому никак, ну, карты благодати, карты роста, и эта карта была все-таки на уровне сердца, на уровне души, карта возможностей, возможностей, здесь уж точно, посидеть дерево, и, ну, как бы, снять плоды, как бы, дождаться плодов этого дерева, своей работы по душе, тут опять идет, карта справедливости, карта, урегулирования, равновесия, правильности, и праведности, все в этом направлении, ну, может быть, что-то и с документами, или с законными делами, может, хочет действительно выяснить, какую-то ситуацию, ну, и предложить некую законность, ну, или вопрос, говорю, правильности, может будет рассказывать о том, как он видит правильный, ну, правильный свой мир, ну, да, в принципе, опять эта двойка проходит, которая проходила, выяснить эту ситуацию, все, выяснить эту, потому что он не может, он, знаете, даже по-простому закрыть гестальт какой-то, потому что все, он с ума сходит, его тянет, и вообще, выяснить, закрыть, сделать, потому что ему сложно от этого всего, потому что человек понимает, что, скорее всего, то ли он в зависимость такую падает, то ли, ну, тут всякое может быть, понимаете, здесь уже тогда сложные энергии, но он выходит из этих сложных энергий, может он оказался по какой-то причине сложной, луна и дьявол, и все это в тройку мечей, может он поборол по справедливости, и понимает, что он вышел, вот справился с этой ситуацией, он теперь вам хочет рассказать, именно, какую он, ну, как бы, как он все привел в равновесие, к примеру, опять же, или, может быть, тоже, тоже имеет место, ну, как бы быть, что у него душа болит до такой степени, это непонятная для него ситуация, что он чувствует, насколько он зависим, и просто-напросто, ну, как бы, свою страсть, вот так, что, я бы говорила, преподнести тогда это все, но это карта нового иона, в принципе, это карта рождения, воскрешения, и опять карта этого, алхимического брака, карта равновесия, карта гармонии, перехода из одного состояния в другое, тут как бы человек, тут, я бы говорила, это реально превращение, пришло время нового иона, я все понял, я рождаюсь заново, заново, или давай родимся заново, или давай рожать заново, или еще что-то, ну, то есть, здесь и в прямом, может быть, и в переносном смысле, ну, вот, вот где-то, наверное, так, давай будем творить пространство, ну, то, то, что, тут что-то было, тут какие-то очень сложные карты выходят, если это, я это все открываю просто, ну, чтобы, и жрица тут выглядывает, и привязки какие-то, и дьявол с луной, и все это проходит, ну, то есть, это сложная карта, и по справедливости, может быть, человек выходил из каких-то законностей, может быть, ну, это как законный брак, уходил откуда-то, приходил, еще какие-то там задолженности, зависимости, напрямую с вами связано, или наоборот, не с вами, может, решал что-то, какие-то ограничения показывали, то есть, судя по всему, он вышел из этих хлопот, или выходит, вот, как будто бы он какую-то там, еще по двойке, в ожидательную позицию, которая его огорчает, а так он все, вот это уже по колеснице, давным-давно знает, куда, куда его колесница путь держит, ну, или куда он намеревался, он проложил этот путь уже, но как-то так, тут я бы даже не говорила о том, что он что-то решает, или тут вопрос того, что он все решил, он это готов уже говорить, он, скорее всего, в ожидательной позиции, которая его вот там огорчает, а говорить он будет вам, вот о такой, ну, то, что мы открыли, еще дополнительно, вот сегодня такая, сегодня у нас такое, или как это, такое состояние у мужчины, все, счастья вам, любви, спокойствия, мира, гармония, до новых встреч, пока-пока.